Доброе здоровьи, уважаемые подписчики моего канала! Последний видос был чизкопеченником не навалом. Валом навалом. Ну давайте ваши комментарии почитаем. Кстати, кстати, не зря вышел видосик о чистке печени. Завтра у нас наступает Новый год по восточному календарю и наступает 72 дня активности функции печени. Это самое лучшее время для ее профилактического очищения. При этом, если учитывать еще лунный цикл, то наиболее благоприятные из этих 72 дней, это будут дни в лунном цикле, приходящие на примерно с 10 по 14 лунные сутки. То есть, ну давайте вот я не математик, но посчитаем. Значит, смотрите, 10 у нас наступает Новый год по восточному календарю. До полнолуния у нас примерно 15 дней. Значит, смотрите, 10 прибавляем, грубо говоря, еще 10 дней 20 февраля. С 20 по 24 февраля это самое лучшее время для чистки печени и желчного пузыря. Подготовочку делайте по бабушке буревой, с травками, совсем как положено. Далее, естественно, вопросы такие поступают, там, а вот что-то мне масло не заходит, это еще не заходит. Смотрите мои книги, я тут выставлю, это без очищения нет исцеления. Я собрал там несколько других альтернативных чисток, в которых не надо масло использовать и лимонный сок, можно обойтись другими средствами. Поэтому тем, кому это надо, вы соответствующую литературку взяли или зашли с канала на сайт и в моей библиотеке почитали. Посмотрим, там пока работает, библиотека не работает. Итак, предварительное слово было сделано. Кстати, еще одно объявление. Это я был у Андрея Малахова на съемках. Выйдет такая передача лайфхаки для здоровой жизни. Ну, примерно так. Ну, я там буду вроде как гвоздем программы, поэтому следите за расписанием российского канала и кому интересно, вы можете, конечно, посмотреть, что, что, как. Итак, теперь после этого приступаем к комментариям и упоминаниям. О очистке печени камней навалом. Пользователь 7 часов назад написал. Мой опыт чистки печени я узнал от ГП Малахова 20 лет назад по книгам целительной силы номер 1 за 1992 год. Уже, смотрите, сколько это лет прошло. 30 лет. Папа, видимо, купил. Ну, тогда это было, как бы сказать, нечто новое, неизвестное. Люди надо и не надо покупали. Мама была против моей чистки по Малахову. Но когда приспичило и я пяточную шпору исцелил через приложение упаренной урины три дня подряд, смирилась, ибо врач только прописал мать. А я хромал на левую ногу тогда и чистка сустава по Малахову по той же книге дала результат через питье лаврового листа. Помогло за три дня. Еще разок, вот то, что я написал, я опять-таки подчеркиваю, особо подчеркиваю, в отличие от некоторых, это не мои знания. Просто-напросто я собрал, обработал. И так сказать, знаете, важно еще показать товар лицом, что это все работает. Все это, то, что тут рассказывается, вы можете найти в книгах как целительные силы, том первый, так в основах здоровья, так еще в более расширенном и углыбленном варианте, это без очищения нет исцеления. То есть я еще проработал по каждой теме, допустим, по питанию, по очищению, по голоданию, по дыханию и так далее. Видите, три дня. То есть если что-то правильно вы делаете, эффект наступает очень быстро. Если же вы что-то неправильно делаете, вот, или, или, как бы сказать, идет какое-то непонимание, вот, не хочется, знаете, современной медициной вот так вот бодаться там, что-то такое делать, но тем не менее укажу на то, что подходы разные. Лечение одних и тех же заболеваний, но подход к ним разный. Можно вот так подойти, можно вот так подойти, можно это вот настолько растянуть, а можно это вот так сделать, вот как с чисткой печени. Если собрались, можно только хоп, это все быстро сделать. Но опять-таки, вы должны понимать, как эта чистка действует, какой его механизм, оценить состояние своего собственного здоровья и тогда решиться и взять ответственность на себя. Как это большинство делает, я это еще подчеркиваю. Многие, многие люди вот в этих вопросах, а, чистка я буду делать, а сможешь ты ли это масло выпить, а выдержит у тебя организм или еще что-то. То же самое там тоже во врачебной практике, что-то такое прописывается, знаете, на отвале. А сможет ли этот человек выдержать все это лечение или оно еще будет хуже заболевания? Читаем дальше. Таким образом, на 20 лет мои эксперименты по Малахову завершились. Мама говорила, от мочи вонища. Есть такое? Но результат говорит сам за себя. Тут уж вы уж решитесь. И вдобавок, смотрите, если соблюдать определенные нормы, допустим, упаривание мочи, хранение мочи и так далее, то вы с этими не столкнетесь. Так, в 2023 году беда пришла в дом, отравился арбузом и был понос 3 дня подряд. Это, как бы сказать, очень сильный удар по организму. И знаете, я не понаслышке сам. Несколько лет назад мы ехали через Краснодарский край. Я, по-моему, жена, дочка. И вот мы купили арбуз. И представляете, вот одна часть оказалась захимиченная. Что мы все втроем съели этот арбуз, у меня вот примерно такое было. Значит, этот арбуз нашел в лесу. Знаете, вот когда что-то вы находите не на боксе, где растут эти арбузы, а где-то в лесу, где они вообще-то по определенному растения не могут, вы как-то это настороженно относитесь ко всем этим находкам. И женщина, что занималась рунами, сказала, что арбуз был заговоренный, так как стул за 3 дня не мини-бе-сорок раз. Ну так вот написано. Не мэ-бе-сорок раз. Я уже тогда много лет подряд занимался боевой магией, около 20 лет, и СТН обработками негатива ведьмам и колдунам, и решил провести чистку печени, делать 4 раза по книгам и видео ГП. Помогло. Не было, правда, клубней, листов и прочего выделения. Токман на первых и двух чистках был 7 раз стул и 7 раз рвота. Кстати, вот смотрите, я уже на эту тему говорил, если у вас имеется рвота, это еще идет очищение желудка. То есть, при нормальной очистке идет прослабление, то есть понос. Вы приемом вот этих вот трав, вы тут все, знаете, размягчаете, все там расширяете, побуривает, где-то 3 дня желательно так это, а лучше всего дней бы 5 вот эти травки попить, чтобы тут подготовилась жизнь, желчь стала текучей. И потом, когда масло с лимонным соком, это как раз является средством, которое активирует печень, которое активирует, значит, расширяет вот эти сосуды, и достигается мощный желчегонный эффект, который заключается в виде поноса, и все там вылетает из вас. То есть, мы в этой чисткой должны вот это все это сделать, что я рассказал, и мощным, значит, вот этим поносом все это вывести. Если же у нас возникает рвота, это говорит о том, что поражен желудок. Поражен желудок, и, как бы сказать, вот это вот масло с лимонным соком, оно срабатывает на желудке вначале. Рвота, а потом, когда это сработало, желудочек очистился от всего-то, тогда идет дальше. То есть, существует очищение желудка с помощью рвоты. С помощью рвоты еще очищаются и легкие. Но не так явно, как, допустим, но, тем не менее, энергетика вверх идет, это все там срабатывает. Чтоб вы понимали, почему рвота. Рвота возникает из-за того, что организм еще поражен и в желудке. То есть, 1 плюс 2 чистка печени, 14 раз стул и 14 раз рвота, на 3 и 4 чистку рвота прекратилась, стул 4 раза, на 3 и 4 чистку рвота прекратилась, стул 4 раза, и в 4 чистку 4 раза. То есть, вот как раз мы с вами, чтоб вы не пугались, мы с вами пробили вот этот путь. Мы очистили желудок от разного рода там болезнетворной слизи или еще там чего-то. И, в конце концов, это все начало действовать так, как надо. Почему там описаны 4 чистки, допустим, печени и желчного пузыря, я об этом рассказывал в книгах. Ну, кратко повторю, печень состоит из 4 долей, и вот за 1 чистку может очищаться 1 доля. А когда мы 4 чистки сделали, то там идет, значит, вот как раз все 4 доли эти очистились. Либо же, можно мое объяснение убрать, что одна чистка, которая следует за другой, просто-напросто что-то одно прочистило, пробило, дальше глубже пошло, еще что-то там в печени сделало, и примерно вот 4 чистки, это будет то, что надо. Стал бодрее себя чувствовать, то есть прибавилась энергетика, сил прибавилось. В этом году провел чистку печи 1 раз, уже не было рвоты, и стул 4 раза. Ну, все, вот это как это прочистилось нормально. То есть, приступая к очищению организма, мы не понимаем, насколько может быть организм человека поражен. И поэтому вот такие вот реакции бывают. Чтобы вы тоже понимали, это вроде все нормально, но может быть очень тяжело. Поэтому в некоторых случаях, опять-таки, без очищения нет исцеления, и вы можете попробовать другие чистки, в которых не используется ни масло, ни лимонный сок. А мягенько, на более длительное время все это растянуть, и мягенько очистить. Листов особо не видел. Ну, нет, значит, листов не обязательно. Я тоже это не видел. Хотя чистку толстого кишечника еще не проводил. Ну, это не значит, что чистку толстого кишечника там... Если, грубо говоря, аскориды есть, достаточное количество, при чистке печени именно побуривай. От употребления только вот этих вот травок душистых уже будет и листов выходить. А питание зиры не зашло. Был опыт в два дня. Купил сразу... Купил сразу зачистка печени, но был частый стул, хотя пил два раза в день и пришлось прекратить. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Два раза – это слишком много. Надо было бы... И я не знаю, какая дозировка. Надо было бы вообще-то... Вот я все рассказываю, рассказываю, но люди приходят с разной подготовкой, с разной степенью понимания. Надо начинать с пяти зернышек зиры. Съели пять зернышек сегодня, съели пять зернышек завтра, это раз в день. Съели там еще там недельку, попитались так вот, попринимали их. И тогда вы смотрите на ваше самочувствие. Что, что, как, что там меняется. Если все нормально, и стул нормальный там, как обычно, добавляете еще там, допустим, пять зернышек, десять, попитались недельку, посмотрели. Вот тогда будет хороший эффект. Я уже пью несколько лет, при этом дозировка у меня совершенно различна. От где-то одной четвертой чайной ложки, одной пятой чайной ложки, до еще меньшего количества. Я больше не использовал. Хотя вначале я использовал и пол чайной ложки. Я смотрю на стул, как он нормальный, не закрепляется, все там хорошо работает. То есть отлично, никаких ни газов, ничего. Пришлось прекратить, так как по пять раз в день по большому ходил. Ну, как раз хорошенько прочистило. Если вы по пять раз в день по большому ходили, это говорит о том, что вы без всяких клизм хорошо прочистили тот же даже толстый кишечник. Потому что, смотрите, существуют следующие виды чисток. Это, допустим, ну, толстого кишечника. Это клизмы. Клизмы, это, вроде, всем ясно. Чистится, только толстый кишечник. Но есть еще и прослабление. Прослабление, то есть вы вызываете вот приемом разных там препаратов, травок, стул. И если в день у вас так, где-то там, да хотя бы два раза в день, и в течение, допустим, недельки это все наблюдается, это уже является прекрасным очищением толстого кишечника. Не обязательно, чтобы там был какой-то понос, но просто вот, естественно, так хорошо срабатывает. А если пять раз, надо бы не один день, а чтобы это у вас хотя бы недельку, но не пять раз, а раза два, три в день, чтобы ходили, тогда будет хорошее очищение. То есть послабление, оно действует на, если клизма действует на толстый кишечник только, да, то послабление начинает вот очищать и тонкий кишечник, и толстый кишечник. Пропил тогда аптечный демарикс и вермакс от глистов. Если вы считаете аптечные препараты там от паразита, ну, пропейте. Тоже глистов не видел в кале, анализов он не сдавал. Но результат был такой, меньше стал мерзнуть, так как имеют конституцию ветра. Вот видите, хорошо человек соображает, что такое конституция ветра, как она влияет на здоровье, на самочувствие, как ее можно регулировать. Это уже очень хороший уровень знаний и работы со своим организмом, когда вы понимаете свою конституцию и знаете, как ее можно регулировать. Побочка от лекарств от глистов была, снижалась давление и крепко наверное спал, тут написано пал, и крепко спал в дни приема лекарств от глистов. Опять-таки, вы же используете какие-то яды, которые травят этих паразитов, естественно, косвенно они будут и влиять на ваш организм, будут различные реакции и в том числе когда человек клонит в сон отдохнуть, это говорит о том, что он хочет, организм хочет восстановить свои силы и как раз самые такие важные тонкие энергии они восстанавливаются во сне. Не первый раз общался телепатически с ГП Малаховым и были сны и видения связанные с ним. Значит, это довольно-таки частый феномен, когда общаются во снах. Так, и видения связанные с ним. Сразу как его канал на ютубе нашел, пишу для помощи новичкам в чистке печени с уважением Михаил. Ну и прекрасный комментарий, я его разобрал, дополнил, это как раз будет в помощь новичкам в чистке печени. На этом мы и закончим.